Но где же, где же найти ее живой, — сказал он, прерывая сам себя, эту необретаемую Венеру древних. Мы так жадно ищем ее, но едва находим лишь разрозненные частицы ее красоты. Ах, чтобы увидать на одно мгновение только один раз божественно прекрасную натуру, совершенство красоты и, одним словом, идеал, я отдал бы все свое состояние. Я отправился бы за тобой в загробный мир, о небесная красота! Как Орфей, я сошел бы в ад, искусство, чтоб привезти оттуда жизнь. Мы можем уйти, — сказал Парбуз Пуссену. Он нас уже не слышит и не видит. — Пойдемте в его мастерскую, — ответил восхищенный юноша. — Его сокровища очень хорошо оберегаются, и нам туда не проникнуть. — Не у вас первого возникала такая мысль и такое желание. Я уже пытался проникнуть в эту тайну. — Тут, значит, есть тайна? — Да, — ответил Парбуз. Старый Френховер, единственный, кого Мабуза захотел взять себе в ученики. Френховер стал его другом, спасителем, отцом, потратил на удовлетворение его страстей большую часть своих богатств, а Мабуза взамен передал ему секрет рельефа, свое умение придавать фигурам ту необычайную жизненность, ту натуральность, над которой мы так безнадежно бьемся. Френховер — человек, относящийся со страстью к нашему искусству, во зрение его шире и выше, чем у других художников. Он глубоко размышлял по поводу красок, по поводу абсолютной правдивости линий, но дошел до того, что стал сомневаться даже в предмете своих размышлений. Практика и наблюдательность — для художника все. И когда рассудок и поэзия не ладят с кистью, то человек доходит до сомнения, как наш старик, художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший. Великолепный живописец. Он имел несчастье родиться богатым, что позволяло ему предаваться размышлениям. — Не подражайте ему. Работайте. Художники должны рассуждать только с кистью в руках. — Мы проникнем в эту комнату, — воскликнул Пуссен, не слушая более Парбуса, готовый на все ради смелой этой затеи. Парбус улыбнулся, видя восторженность юного незнакомца, и расстался с ним, пригласив заходить к нему. Пуссен медленным шагом вернулся на улицу Дель-Арб и, сам того не замечая, прошел мимо скромной гостиницы, в которой жил. Торопливо взобравшись по жалкой лестнице, он вошел в комнату, расположенную на самом верху под кровлей с выступающими деревянными стропилами. У тусклого единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве. Она вскочила в любовном порыве, она узнала художника потому, как он взялся за ручку двери. «Что с тобой?» — сказала девушка. «Со мной!» — закричал он, задыхаясь от радости. «Со мной случилось то, что я почувствовал себя художником. До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил. Я могу стать великим даже летом, и будем богатыми, счастливыми. Эти кисти принесут нам золото!» Но внезапно он смолк, серьезное, энергичное лицо его утратило выражение радости, когда он сравнил свои огромные упования с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями и спещренными карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого. И палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной. Благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды. Улыбка, блуждающая на губах жилетты, позлощала эту чердачную коморку и соперничала с блеском солнца. «Подойди ко мне, жилетта, послушай». Покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть. Она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души. «О, Боже!» — воскликнул он. «Я никогда не посмею сказать ей». «Какой-то секрет?» — спросила она. «Ну, говори же». Пуссен был погружен в раздумья. «Ну, что же ты молчишь?» «Жилетта, милочка, ах, тебе что-нибудь нужно от меня?» «Да, если ты желаешь, чтобы я опять позировала тебе, как в тот раз сказала она надув губки, то я никогда не соглашусь, потому что в эти мгновения твои глаза мне больше ничего не говорят. Ты совсем обо мне не думаешь, хоть и смотришь на меня. Ну, а что, если ради моей будущей славы продолжал Пуссен уже серьезно, ради того, чтобы помочь мне стать великим художником, тебе пришлось бы позировать перед другим. «Ты хочешь испытать меня?» — сказала она. «Ты хорошо знаешь, что не стану». Пуссен уронил голову на грудь, как человек, сраженный слишком большой радостью или невыносимой скорбью. «Послушай», — сказала Жилетта, теребя Пуссена за рука в поношенной куртке, «я тебе говорила, Ник, что готова ради тебя пожертвовать жизнью, но я никогда не обещала тебе, пока я жива, отказаться от своей любви». «Отказаться от любви?» — воскликнул Пуссен. «Ведь если я покажусь в таком виде другому, ты меня разлюбишь, да я и сама сочту себя недостойной тебя». «Прости, милая Жилетта», — сказал художник, бросившись на колени. «Да, лучше мне сохранить твою любовь, чем прославиться. Ты мне дороже богатства и славы. Так выбрось мои кисти, сожги все эскизы. Я ошибся, мое призвание — любить тебя. Да погибнет искусство и все его секреты». Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная. Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее.